Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вам предлагаю поговорить о тенях бренда Анастасии Беверли Хиллз. Мы с вами поговорим о палетках данного бренда, я расскажу про все их плюсы, минусы, мы разберем их по косточкам, и я помогу вам определиться, нужна ли вам палетка бренда Анастасии Беверли Хиллз, и если нужна, то какая. Так что, если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть, а мы поехали! Для нашего же удобства я разделила все палетки на три категории. Первая категория повседневные палетки, вторая категория повседневно-творческие палетки, и третья категория это пестрые палетки попугаи. Давайте начнем с первой категории из повседневных палеток. Туда входят палетки Soft Glam, Modern Renaissance и также Sultry. Палетка Soft Glam у меня есть, она вот так вот выглядит, у нее еще старая такая упаковка, под бархат, очень маркая упаковка, но при этом достаточно симпатичная. Внутри палетка выглядит вот таким вот образом, это теплая повседневная палетка. Ключевое слово здесь теплая. Есть несколько цветов в данной палетке, которые можно отнести к холодным, но все же преимущественно эта палетка теплая. А что с этой палеткой так, что не так, давайте разбираться. Сразу же оговорюсь то, что матовые цвета во всех палетках Анастасии и Беверли Хиллз очень хорошие. Они везде хорошо тушуются, они везде практически не осыпаются. У них везде очень-очень пигментированные цвета, которые буквально с одного прикосновения перепрыгивают к вам на кожу, и максимально хорошо тушуются, и оставляют максимально хорошую пигментацию. В этой палетке все то же самое, матовые, отличные, к ним даже не стоит вообще возвращаться, я думаю, потому что они во всех палетках хорошие. В этой палетке идеальный подбор оттенков. Вы можете смешать все, что угодно, и у вас получится красивый макияж, и не будет грязи. Это очень важно. Это делает данную палетку идеальной палеткой для новичков, потому что вам не нужно заморачиваться с оттенками, и вам не нужно заморачиваться с какими-то тяжелыми моментами в тушевке, в сочетании цветов, в том, как с какими текстурами работать. Здесь все просто прямо-таки ежу понятно, не надо ни над чем коптеть. Какие есть минусы в данной палетке? Во-первых, лично для меня здесь очень спорные шиммеры. Несмотря на то, что я девушка с более теплой наружностью, лично для меня эти шиммеры оказались не очень подходя. А два оттенка, вот такой вот Fairy и Glistening, они с желтоватым уклоном. И на мне, когда я их наношу в качестве, например, топперов, или просто на все века, они кажутся такими, как будто бы я заболела. Вот серьезно, у меня такой странный видок получается. В общем, не мои, это совершенно оттенки. Оттенок Rose Pink, красивый шиммер, к нему нет нареканий. Оттенок Saltree тоже очень красивый, такой коричнево-розовый шиммер, благороднейший оттенок. Но что с ним так, что с ним не так? Вообще с ним все так. Но проблема в том, что он достаточно темный, и для того, чтобы его использовать в повседневных макияжах, нужно делать что-то более темное, более интересное, более креативное. А в повседневном макияже, когда я утром тороплюсь, у меня обычно нет времени делать какие-то сложные темные макияжи. И оттенок Bronze такой вот, он очень красивый, это золотисто-бронзовый оттенок, но это не мой оттенок, я такие оттенки просто-напросто на себе не люблю. Я не люблю золото на глазах. В общем, очень хорошие матовые, идеальные матовые, которые впишутся в любой макияж, которые дополняют любой макияж, которые отлично подойдут девушкам с теплой наружностью, но довольно-таки спорные шиммеры. Обязательно посмотрите все свотчи, обязательно посмотрите, используете ли вы такие шиммеры или нет, прежде чем покупать такую палетку. Из минусов также отмечу еще бархатную упаковку, которую я уже сегодня сказала. И также еще один минус данной палетки, здесь все же немножечко рыхловатые тени. Рыхловатые тени у Анастасии Беверли-Хиллз, это минус во всех палетках, это не только минус данной палетки, поэтому с этим мы будем сталкиваться практически везде. Кстати, еще один такой момент, который присущ всем палеткам Анастасии Беверли-Хиллз, там везде идет кисть. Просто потрясающая кисть, которой можно сделать весь макияж. Серьезно, одной стороной вы тушуете и набираете темные оттенки, другой стороной вы наносите, например, шиммеры, или же наносите тени на нижнее веко, или же также наносите какие-то темные оттенки точечно во внешний или внутренний уголочек. В общем, отличная, шикарная кисть, которая заменит вам очень-очень много кистей, те, которые продаются по одному. Но в одной из палеток кисть будет плохая, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Палетка Modern Renaissance это тоже классическая повседневная палетка. В ней сочетаются две гаммы. Она одновременно и холодная, и теплая. Там одновременно и повседневные коричневые оттенки, и также там повседневные холодные розовые оттенки. Это своего рода идеальный баланс холодного и теплого. Очень хорошая палетка, состоящая преимущественно из матовых оттенков. Если вам не хватает хороших матовых оттенков, то данная палетка, она вот прямо-таки для вас. Она будет дополнять любой макияж. Там шикарные матовые оттенки практически на любой вкус. Какие у данной палетки есть минусы? Во-первых, там только два шиммерных оттенка, и причем оба шиммера это такие две светловатые сияшки, которые наносятся в качестве блика на внутренний уголочек, либо же которые можно нанести в качестве топера. Но, честно говоря, очень мало блестяшек, и хочется чего-то более интересного. Так что, если блестяшек у вас нет, то вам придется либо брать дополнительную палетку, либо же, если у вас наоборот много блестяшек, то палетка Modern Renaissance станет для вас отличной дополняющей палеткой, которая будет закрывать дыру именно в матовых оттенках. Также еще один минус палетки Modern Renaissance заключается в том, что там нету черного оттенка. В палетке Soft Glam есть идеальный черный оттенок, он очень насыщенный, и он просто невероятно крутой. В палетке Modern Renaissance его нет. И забыла сказать, подбор оттенков Modern Renaissance тоже очень хороший, там также можно закрытыми глазами все между собой смешивать, наслаивать, и все будет отлично. Эта палетка тоже очень такая beginner-френдли, отличная палетка для новичков. И третья палетка это Saltree. Здесь уже не матовая история, здесь много матовых и много шиммеров. Данная палетка очень коммерчески удачная, потому что здесь одновременно и холодная гамма, и теплая гамма. Здесь очень-очень много различных оттенков, много различных гамм. Это одновременно и холодная коричневая гамма. Здесь одновременно есть и уникальный серый, и серебро. Плюс также есть какой-то кораллово-розовый оттенок. В общем, здесь есть где разгуляться, но здесь есть свои но. Конечно же, тени в данной палетке достаточно сильно осыпаются, и также данная палетка все же больше подойдет для светлокожих девушек. У меня этой палетки нет, я очень хочу ее приобрести, потому что, как я уже сказала, шиммеры в Soft Glam мне не очень подходят, и мне кажется, что как раз-таки шиммеры из Saltree должны подойти мне больше. Но почему-то Saltree много где нет в продаже. Раньше она была на Культбьюти, на Бьютибей, сейчас она там везде исчезла. И как ее приобрести, я пока что не знаю. Возможно, она где-то еще появится. Из плюсов палетки Saltree могу выделить то, что, во-первых, там много шиммеров, там идеальный баланс шиммеров и матовых. Эта палетка отлично подойдет для светлокожих девочек. Эти оттенки просто вот как будто бы созданы именно для светлокожих девушек. И также там достаточно тоже хороший подбор оттенков, но все же это уже более сложная палетка, потому что есть уникальный такой серый оттенок, который не везде будет хорош, не в каждом макияже, и с которым тоже нужно еще уметь обращаться. Вторая категория палеток – это повседневно-творческие палетки. Это палетки, в которых одновременно сочетаются обычные повседневные оттенки, но также там есть своя, скажем так, яркая изюминка, которая подойдет для тех, у кого не банковский дресс-код, у кого нет жестких ограничений в школе или на работе, кто может позволить себе такую, скажем так, небольшую творческую нотку в макияжах. В категорию повседневно-творческих палеток у нас входит Нарвина, коллаборация с Джеки Айна, коллаборация с Карли Байбл и также Амрези. Давайте начнем с палетки Нарвина. Нарвина – это первая палетка, которая у меня вообще появилась от бренда Анастасии Беверли Хиллз. Здесь также бархатная упаковка. Что могу сказать по поводу данной палетки? Здесь все очень неоднозначно. Здесь невероятно красивая гамма. Вы только на нее посмотрите. Это одновременно и теплая гамма, и холодная. Здесь много повседневных оттенков. Повседневный оттенок вот такой вот Дриммер. Повседневный оттенок Base, Summer, Rose Gold, Love, Incense, Volatile, тоже Dazzling, Electric, Passion. Это все повседневные оттенки. Здесь просто 80% палетки – это повседневные оттенки. Но здесь есть своя изюминка, а именно добавление сиренево-розовой гаммы. Извините, на улице то выходит, то заходит солнышко, и цвет видео может меняться. Итак, давайте разбираться, что с этой палеткой так, что не так. Среди плюсов – красивые повседневные цвета, обалденные шиммеры, невероятной красоты. Просто шиммеры, которые станут украшением любого макияжа. Данная палетка дополнит любой макияж. Здесь повседневная гамма, здесь хорошая пигментация, хорошая тушевка, хороший подбор оттенков. Но какие же здесь есть минусы? Минус номер один – очень рыхлые здесь шиммеры. Они настолько рыхлые, что при нанесении кистью они нещадно сыпятся. Причем, ладно, когда они сыпятся просто под глаза. Если вы сначала делаете макияж глаз, то это не страшно, вы все это дело просто сотрете. Но они нещадно сыпятся в глаза. И у вас такое ощущение, как будто бы в глаза сыпятся вам буквально камни. Это настолько больно и это настолько неприятно, что я по утрам... Кисть выпала, окей. В общем, что я по утрам перестала пользоваться данной палеткой, потому что я совершенно не хочу начинать свой день с того, что мне все осыпалось в глаза. Я бегаю с красными глазами, мне дико некомфортно. И бегаю, я смываю, и бегаю, ищу какие-то капли, пытаюсь как-то это дело вымыть. В общем, это просто какой-то пипец. Когда вы наносите данные тени пальцем, данная проблема меньше. Они меньше сыпятся, но все же они продолжают сыпаться. И это очень и очень неприятно. Также здесь осыпаются не только шиммеры, но также темный матовый пешин тоже достаточно сильно осыпается. Так что при использовании данной палетки я настоятельно рекомендую сначала делать макияж глаз, потом уже переходить к макияжу лица. И еще один минус данной палетки заключается в ее кисти. Как раз-таки здесь и есть та самая жесткая неприятная кисть. Я эту палетку покупала в Сифаре в Италии. Я не покупала ее у перекупщиков на Алиэкспресс или где-то еще. Я ее брала в официальном магазине, к которому есть доверие в Сифаре. И здесь просто уродская кисть. Серьезно, у меня 4 палетки от Анастасии Беверли Хиллз. В них во всех есть кисть. Мне есть чем сравнить. И здесь она жесткая, как камень. Когда я тушую вот этой стороной тени, у меня складывается такое ощущение, как будто бы я какими-то иголками вожу себе по глазу. Она жутко колется и она жутко неприятная. В общем, не знаю, что не так с этой палеткой. Почему у меня к ней такие нарекания? Почему в ней все просто не так, как надо? Невероятной красоты палетка. Невероятная гамма. Но вот, как видите, минусы очень и очень серьезные. И, кстати, забыла еще сказать. Вот этот оттенок Celestial. Несмотря на то, что он кажется невероятно красивым в палетке, при свотче он тоже достаточно неплохо наносится, но у него есть два минуса. Во-первых, даже на свотче видно то, что он передается не настолько ярко, как он выглядит в рефиле. Это разные оттенки просто-напросто. И данный оттенок со временем запекается. И это еще не все. И на глаза он даже близко не так передается. В рефиле он выглядит одним образом. На свотче он выглядит другим образом, но тоже достаточно красиво. А вот на глаза он передается третьим образом. Там он очень-очень полупрозрачный. И чтобы его нанести хотя бы вот так, как на свотче, нужно очень-очень долго его наслаивать. И нужно использовать очень хорошие базы. В общем, очень хорошо подумайте, прежде чем покупать палетку Норвина. На нее очень много хороших обзоров, хороших отзывов. И я сама сделала на нее хороший обзор. Но понимание того, насколько много в ней минусов, ко мне пришло только после того, как я перепробовала остальные палетки Анастасии Беверли Хиллз. И только после того, как я пропользовалась Норвиной, ну, наверное, полгода. В первый месяц, два-три я этого не замечала вообще. Первые полгода я ей спокойно пользовалась, у меня не было к ней никаких претензий. Но потом они как начались, и все. Следующая палетка – это палетка в коллаборации Анастасии Беверли Хиллз и Джеки Айна. Здесь уже палетка не из бархата, здесь другой материал, уже не настолько маркий. И в палетке присутствует сразу же несколько гамм. Во-первых, это розовая гамма, вот такая Supreme и Pinker. Во-вторых, это фиолетовые оттенки Big Week и Shookington. И также это повседневная коричневая гамма. То есть оттенок Soleil, оттенок Zemn, оттенок Edges, оттенок Credit, оттенок Ginger и Lituation. Сразу же хочу заметить то, что палетка теплая, и повседневная гамма в ней рассчитана... И повседневная гамма в ней с уклоном в красно-оранжевые цвета. Создательница данной палетки Джеки Айна – девушка темнокожая. И когда она создавала эту палетку, она тоже рассчитывала именно на то, что эта палетка будет направлена на девушек с темной кожей. Именно для них она создавалась, и поэтому здесь такой подбор цветов. Как я уже сказала, здесь есть повседневная гамма, которая подойдет девушкам и со светлой кожей. Но обязательно в вашей внешности должна быть теплинка. У меня есть теплинка в волосах, есть теплинка в коже, поэтому мне данные оттенки подходят, но тоже не идеально. Что с этой палеткой так, что не так? Давайте разбираться. Здесь хорошие матовые оттенки, они хорошо тушуются. Здесь очень красивый вот этот оттенок Lituation. Невероятно благородный коричневый оттенок, который подойдет для любой кожи. Посмотрите, это такой красивый, холодный, коричневый. Он настолько смотрится благородно и шикарно, у меня просто слов нет. В данной палетке также присутствует невероятно красивый дуахром. Вот такой оттенок Sponsored. Это дуахром из коричневого в зеленый. Очень красивый оттенок. Я такого у Анастасии Беверли Хиллс еще не видела. Даже на свотче сейчас видно то, что здесь коричневая основа и зеленый перелив на свету. В общем, красивенный оттенок. Он не часто встречается, но у других брендов он тоже есть. Невероятной красоты здесь также оттенок Zem. Я его просто обожаю. Я уже пела ему оду в отдельном обзоре на данную палетку. Это просто что-то с чем-то. В общем, здесь красивые, интересные, уникальные цвета, которые подойдут довольно-таки многим девушкам. Но все же преимущественно либо темнокожим, либо девушкам с теплым оттенком во внешности. Какие есть минусы в данной палетке? Во-первых, здесь нельзя, как в предыдущих палетках, смешать все, что попало и получить красивый макияж. Здесь, если вы смешаете все, что попало, то, скорее всего, у вас получится грязь. К тому же, эта палетка не для начинающих. Здесь есть сложные оттенки, здесь сложные фиолетовые, здесь не очень хорошие розовые. И если новичок возьмется за эти оттенки, то наверняка выйдет на веках что-то не очень симпатичное. Это не beginner-friendly палетка. Это сложная палетка, где нужно, во-первых, уметь работать с подобными оттенками, где нужно иметь прямые руки и также желательно все-таки быть девушкой с темной кожей. А какие есть еще минусы в данной палетке? Шиммеры в данной палетке достаточно сильно осыпаются. Они не летят в глаза, как в Нарвине, но все же они осыпаются. И подводя итог по данной палетке, могу сказать то, что я не жалею о ее покупке. Здесь есть оттенки, которые я люблю и которые я часто использую, особенности оттенок Zem, которые я просто обожаю. Но есть большая вероятность, что как минимум половиной цветов в данной палетке вы пользоваться не будете. И если это первая ваша палетка от Анастасии Беверли-Хиллз, то, наверное, вам все же хочется купить палетку, которую вы будете использовать на все 100%, а не на половину. Еще одна повседневно-творческая палетка, это палетка в коллаборации с Carly Bible. Очень красивая палетка, которую я все же планирую себе прикупить, несмотря на то, что сначала я решила, что я не буду ее покупать. В общем, какие гаммы здесь присутствуют? Здесь одновременно присутствует теплая гамма повседневная, коралловая, сиреневая и розово-красная. Здесь сочетание одновременно и холодной, и теплой гаммы, что очень и очень хорошо. Какие плюсы есть в данной палетке? Во-первых, здесь очень много блестяшек, и это просто прекрасно. Как видите, у нас были палетки, которые состояли в основном из матовых оттенков, и вот здесь палетка, состоящая в основном из блестяшек. Эти блестяшки можно носить как топпер, можно носить их во внутренний уголочек, можно носить на центр века. В общем, использовать можно разным образом, и у вас, благодаря тому, что в данной палетке сочетается сразу же так много гамм, очень большая вариативность макияжа. И каждый день можно создавать что-то новое, совершенно не похожее на то, что вы делали вчера. Ну и также у данной палетки есть большая заслуга в том, что там такие же хорошие матовые оттенки и хорошая сочетаемость между собой цветов. То есть можно все что угодно тоже между собой смешивать, и скорее всего вы не получите грязь. Какие есть минусы в данной палетке? Во-первых, тени все же осыпаются. Во-вторых, матовые оттенки достаточно сильно пылят. В-третьих, на жирные веки лучше использовать базу, потому что в данной палетке не держатся тени на жирных веках вообще. Обязательно используйте хорошую базу. И третий минус, он, скажем так, такой тоже очень субъективный. Кому-то это минус, кому-то это плюс, но потрясающий, красивенный оттенок мандала в данной палетке. Вот звезда прямо-таки этой палетки. Это очень халтурный оттенок. Он на сводчах везде в интернете, такой полупрозрачный. Он не настолько яркий, там не настолько видна вот эта вот именно сиреневая нотка. В общем, на мой взгляд, халтура. Я не знаю, как это еще назвать. И последняя палетка в категории повседневно-творческих палеток, это палетка в коллаборации с Amrezi. Вы можете сказать, Юля, ты что, толбанулась? Какая нафиг повседневная палетка? Она же яркая. Но давайте с вами разбираться, почему же я ее все-таки причисляю к повседневно-творческим палеткам. Во-первых, давайте посмотрим на сами оттенки. Оттенок Wasted, очень даже повседневный. Оттенок Anastasia, можно использовать как повседневный. Оттенок New Yorker, OG, 1998, BK, Hugo и также Georgiana. А это на минуточку 8 оттенков из палетки. Всего в палетке 14 оттенков, то есть больше половины это все же повседневные оттенки. Какие гаммы присутствуют в данной палетке? Во-первых, это теплая повседневная гамма, которую я только что показала. Во-вторых, это розово-фиолетовая гамма, а именно оттенок Razzy, Anastasia, Barb, Cupcake и Samso. И также здесь есть несколько ярких блестяшек. Какие есть плюсы у данной палетки? Во-первых, здесь такие же хорошие матовые оттенки, здесь очень много блестяшек, что просто невероятно важно для таких сорок, как я. Здесь невероятно красивая сиреневая, такая фиолетовая гамма. Если вы любите эту гамму, если вы ее фанат, то эта палетка для вас. Потому что здесь эта сиреневая гамма, она именно яркая, она пигментированная, она хорошо наносится буквально с первого слоя. С ней нет абсолютно никаких проблем. Обычно данные оттенки в других палетках, они либо полупрозрачные, либо они как-то плохо наносятся. Обычно их вообще не видно, а здесь эта яркость, эта пигментация, и их очень и очень хорошо видно. С этой палеткой можно сделать повседневный макияж, можно сделать творческий, яркий, бабамистый макияж, можно сделать просто что-то повседневно-творческое. В общем, здесь очень много вариантов. Красивенный здесь есть оттенок Georgiana. Это красивый коричневый теплый шиммерный оттенок. Очень-очень хороший оттенок. Его подобный оттенок вообще далеко не в каждой палетке встретишь. Он очень красивый, и очень он плотно и хорошо наносится. Какие есть минусы в данной палетке? Во-первых, мне здесь совершенно не нравятся глиттеры. Это два оттенка, литий и джемини. Я не люблю глиттеры в принципе, а здесь еще очень такие рассыпчатые глиттеры, в которых как будто бы не хватает вот этой вот связующей субстанции. Они, ну, очень-очень сухие, и из-за этого они наносятся именно отдельными такими блесточками, которые потом еще и осыпаются. Еще один минус данной палетки заключается в том, что здесь два одинаковых оттенка. Это New Yorker и OG. Эти оттенки смотрятся по-разному, немножечко по-разному в рефинах, но когда вы их начинаете наносить на глаза и тушевать, это одно и то же. Здесь нет пыльно-розового тушевочного оттенка, который хорошо бы подошел к оттенку Сэмса и в целом к вот этой сиренево-розовой гамме. Гораздо лучше было бы, если бы они один из этих оттенков заменили на пыльно-розовый. Тогда бы было бы просто идеально. Какие еще есть минусы в данной палетке? Шиммеры осыпаются, ну, вне сомнений, здесь довольно-таки рыхлая формула шиммеров, поэтому они не могут здесь не осыпаться. И еще один недостаток заключается в том, что эти тени не очень стойкие. Нужно перед использованием все же нанести хорошую базу, потому что если вы, как и я, работаете весь рабочий день, то есть это 10-11 часов на работе, то к концу рабочего дня у вас и в половину не будут настолько пигментированные и яркие тени, как они были утром. В общем, подводя итог по данной палетке, если вы сорока, как и я, если вы обожаете сиренево-розовую гамму, то эта палетка для вас. Она прямо-таки вот вам в руки возьмите, берите и уносите. Она ваша-ваша, еще раз ваша. Если же вы не являетесь фанатом подобной гаммы, то лучше данную палетку не брать вообще, потому что эта гамма, это ее фишка, это ее особенность, это ее изюминка. И если она вам не нужна, то лучше даже не брать эту палетку вообще. И последняя категория палеток, это палетка в коллаборации с Алисией Эдвардс и также палетка Ривьера. В Ривьере сочетается сразу же очень много различных цветов. Это истинная палетка Попугай. Вы только посмотрите, синий, желтый, розовый, фиолетовый, какой-то голубой, какой-то такой серебристый металлик, белый, в общем, все, что только угодно туда понапихано. Очень много различных красивых гамм. Сразу же хочу отметить то, что здесь есть розовая гамма, есть красивая именно горчичная гамма и также фиолетовая. Преимущественно данная палетка, лично на мой взгляд, все-таки холодная. И если вы любите что-то теплое, то это не совсем ваша палетка. Верхний ряд в данной палетке представлен чисто шиммерными оттенками, нижний ряд матовыми оттенками. Из плюсов здесь есть много уникальных оттенков. Очень ярких, которых крайне мало в предыдущих палетках Анастасии Беверли-Хиллз. Особенно интересными лично мне здесь кажутся такие горчичные оттенки, потому что они в целом встречаются не так-то и часто в косметике. И также плюсом является то, что здесь есть темно-коричневый оттенок для затемнения внешнего уголочка. Среди минусов я бы сказала то, что, во-первых, эта палетка далеко не на каждый день, она вообще ни разу не повседневная, и, скорее всего, вы не будете подобной палеткой очень часто пользоваться. И среди минусов я бы также сказала еще о том, что очень яркие пигментированные оттенки, такие как, например, ярко-розовый оттенок Багамы и Каны фиолетовый, они будут тинтовать века. Лично я подобные вещи вообще не люблю и стараюсь избегать максимально. И вторая, воистину яркая палетка, это палетка в коллаборации с Алисией Эдвардс. Здесь сама палетка уже выполнена в таком розовом оттенке, ярком, что говорит само по себе уже о том, что это ого-го, какой попугай, а не палетка. Здесь преимущественно, на мой взгляд, теплая гамма, но при этом прошу заметить то, что данная палетка, она все же не полностью палетка-попугай, она шифруется. Здесь как минимум половина палетки на самом деле повседневная, потому что первые 4 оттенка в палетке повседневные, я вам сейчас их выделю, и последние 2 оттенка, Бэк Роллс и Бист, на самом деле тоже вполне себе повседневные оттенки, темно-коричневый и черный, это стандартные классические повседневные оттенки. Всего у нас получается здесь 6 повседневных оттенков, что довольно-таки неплохо, но все же другие 8 оттенков данной палетки являются достаточно яркими, и поэтому я данную палетку все же причислила к палеткам-попугаям. Из ярких цветов здесь желтый, здесь какой-то розово-фуксийный, здесь и синий, здесь и фиолетовый, в общем тоже яркие цвета, которые вы будете использовать не каждый день, и которые в теории могут оставлять за собой тинт. Ну что ж, а на этом все, надеюсь, что я вам помогла определиться в выборе палетки, я вам помогла либо какую-то палетку для себя рассмотреть, либо наоборот убрать из своего виш-листа. В общем, если это видео было для вас полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok